Простой грузинский монах публично уничтожил атеистический идол. Портрет того, кто живее всех живых. Москва требовала расстрела. На допросе в КГБ отец Гавриил заявил, что нельзя боготворить человека. И что вместо «Слава Ленину» нужно везде писать «Слава Господу Иисусу Христу». У нас очень много святых в Грузии. Ну а дец Гавриил особенный. Пусть его молитвами Господь спасет и помилует вас всех. Аминь. Ныне посылаю вам братскую свою слезу и обнимаю вас сердечно. Да хранит вас Христос Господь и Пречистая Богородица. А вы, братья и сестры, знаете, что кроме духовенства по-настоящему, хорошего духовенства, извините за добавление, вы никому не нужны. Кроме мамы родной и папа за вас молящегося, в принципе, и Господа на небесах. Никому человек не нужен, если честно. Как вы думаете, имеет ли право чиновник ездить на дорогих машинах, иметь роскошные апартаменты, пока есть хоть один ребенок или человек, который нуждается в кровле, в еде, голоден, болен и так далее? Мы же должны служить как бы ближним. Я бы хотел следственному комитету этого вопроса ставить, конечно, или переадресовать. Но у меня нет депутатского запроса, поэтому мои вопросы как бы никого не интересуют. Но это, конечно, так должно быть, если бы человек шел в чиновники или в большие чиновники, имея в виду идею служить народу. Идея служения у нас отсутствует. Понимаете, есть идея заработка, идея использования чего-то, идея получения удовольствий, идея личного возвышения. Короче, есть разные идеи, но отсутствие идея служения. А в принципе идея служения отсутствует. И меньше всего она присутствует в чиновнической братье, как мне кажется, потому что никто не идет в чиновники, чтобы служить. У меня ощущение, что на наших глазах совершается всемирный, вселенского масштаба квартал 95. Вот послушайте. Я обещаю, в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю. Ну, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякое что-то. А чем вот это не квартал 95? Мы обязательно освободим Крым. Мы вернем эту часть нашей страны не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. И всех переможем. Идут в чиновники, чтобы самореализоваться и как-то так вырасти до каких-то там больших вершин. Поэтому вопрос о бедных, как бы он вообще здесь не стоит, как бы никто про них не думает на самом деле. И чиновничество менее всего согласно служить. Потому что эта идея просто отсутствует. Это даже не они виноваты, они вот хорошие люди. Просто их никто не учил, как бы, что нужно отдавать себя, иметь высокие какие-то идеалы. Нету идеалов там. Вот, поэтому вопрос, как бы, он немножко в молоко. Понимаете? Необходимо перестраивать сознание народа на именно вот это христианские рельсы. На то, что, значит, Сын Божий пришел не чтобы служили Ему, чтобы Он послужил. Послужил и отдал душу за многих. Служить, то есть отдавать. Все беды в России, говорит батюшка, можно исправить только покаянием. Ни партии, никакие программы не спасут. Однажды к нему приехали за благословением на создание партии «Святая Русь». На что батюшка ответил. Русь на святость благословляю. А партию нет. Там, значит, и каждый должен отдавать, отдавать. Потом уже он уже принимает уже, соответственно, ответную любовь там или уважение. Вот. Эта идея остается пока что еще не высказанной. На уровне государства она не прозвучала. Я ее не слышал, по крайней мере. Я пришел и начал ей очень жарко и подробно, страстно жаловаться, рассказывать, как все ужасно и как все предают. Мама меня долго слушала. Потом, не поднимая головы и не отрывая глаз от вязания, вдруг сказала, значит, так надо. Тогда я даже, по-моему, обиделся, как так. Только со временем я понял смысл сказанного, что такое, значит, так надо. Еще она мне сказала одну вещь. Она сказала, не спрашивай у Бога за что, спрашивай зачем. Тогда я тоже этого не смог до конца понять. Понял со временем потом. Понял очень важную вещь. Потому что, когда мы спрашиваем у Бога за что, мы ищем причину и виноватого. А когда мы спрашиваем, зачем, мы ищем выход из положения. В первом надежды мало, во втором вся надежда. Святые пусть молятся, власть пусть думает. А народ пусть читает хорошие книжки, потому что люди, не читающие книг, обречены на повторение прежних ошибок. Надо просто знать историю своей страны. Для того, чтобы не разваливать ее заново, нужно просто знать ее историю, любить ее. Почему, собственно, и упор сделан на малолеток в современном этом движении. Потому что малолетки, в принципе, не читают книг, не знают истории. И пока что еще не любят свою страну. Они любят там какие-то свои ниши. Какую-то свою музыку, какую-то свою движуху, какое-то что-то свое. А в принципе, они еще пока не могут любить страну, что-то еще. И пока что еще мало книг прошли и мало поняли в жизни. Поэтому эти крысоловы делают упор на именно вот эту страту населения. Теперь я хочу вернуться к 1812 году и зачитать вам письмо одного врага другому. Это письмо императора Наполеона Бонапарта, своему врагу, генерал-фельдмаршалу, князю Михаилу Кутузову. Послушайте. Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтобы ваша светлость поверила тому, что он вам скажет, особенно когда он выразит вам чувство уважения и особого внимания, которое я с давних пор питаю к вам. Не имея сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом. Вы вслушаетесь в слог, в глубину отношения к событию, отношения к масштабу событий, уважения к противнику, к врагу. Насилием лечить человечество, это все равно, что пожары керосином заливать, это, по-моему, совершенно очевидная вещь. Насилие ничего не решает, но так он загоняет проблемы внутрь. Самая главная тема, что люди не знают, чего они хотят. В Советском Риме все были более-менее равны. Но олигархов не было. Была парк номенклатура, но мы ее не видели. Кто жил в обычных городах, в обычных школах, мы же не видели этих детей партийных бонусов. Это был какой-то микропроцент населения. А были все равны, как бы, значит, ну все были равны. Вот. Ты хочешь обратно в Советский Союз? Говорит, не, не хочу. А куда ты хочешь? В Америку хочу. Там нет равенства. Это самое расслоенное общество. Это Европа социальная, там более усредненные стандарты жизни. И начинаешь разбираться, оказывается, что ты не понимаешь, что ты хочешь. Чтобы что? Чтобы была революция? Не, я не хочу. Если подумать хорошо. Потому что отрежут свет, как бы, значит, начну стрелять по окнам, как бы. Где-то на улице меня зарежут, например. Ну, по дороге к собственной машине. А машину угонят. Ну, это, собственно, есть революция. Когда я, типа, ходил, кричал, ходил, кричал, потом мне голову проломили. Как бы, вот тебе революция. Я этого хочу? Не, не хочу. А что я хочу? Я сам не знаю, что я хочу. Мне денег мало, как бы. В нем это для украинской власти, жизнь украинского солдата, да и просто жителя, она не имеет никакого значения. Потеря человека – это не горе, не трагедия, нет. Это похоже на ритуал. Посмотрите на эти кадры. Это кладбище на Украине. Это не просто горе по убитому соотечественнику. Посмотрите. Пафос. Флаги нацистских организаций. Огромное количество цветов. А не возникает ощущение, что мы имеем дело с каким-то абсолютно новым для христианского правосознания явлением. Что это не почитание погибшего, а воспевание культа смерти. Вам всегда говорят, что вы побеждаете. Вам врут на каждом шагу. Украинцы, родные мои. Вы, ну вы хоть... Вы раскройте глаза. Вы никто для этих людей. Навоз. Вы кому давали прицел? Скажите, пожалуйста. Я надзвичайна ответственность. Надзвичайна можливість. Для того, чтобы послужить своїй країні. Дуже дякую за можливість виступити перед вами. Хай Бог благословить нашу добитву народу. И хай Бог благословляє і захищає наші війська. Вам не сообщили о том, что всех поубивали. Вам всегда говорят, что вы побеждаете. Вам врут на каждом шагу. Под сомнение ставят возможность вам хоронить своих братьев, отцов, мужей. Это не мы его убили. Верховная рада. Включи мозги, мужик! Да, и давайте обсудим это все в комментариях. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. И давайте пообщаемся. Очень интересно, что вы думаете об этом. Давайте помогать детям. Помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям. Детям Донбасса. Звучитže. Субтитры создавал DimaTorzok